Современный миллиардер может скромно одеваться, не обязан сорить деньгами и всячески подчеркивать свой статус. Но есть то, на чем никогда не будет экономить богатый человек – на своих апартаментах. Ведь каждый мечтает жить в комфортных условиях, и чем больше денег, тем более роскошный дом или квартиру можно себе позволить. Сейчас вы увидите самые дорогие апартаменты в мире и поймете, почему люди готовы платить за них огромные деньги. В Нью-Йорке, городе, где сосредоточено множество мировых бизнесов, невозможно найти дешевые апартаменты. Однако остановиться в отеле Ридс Карлтон на Манхэттене могут себе позволить лишь избранные. А чтобы снять пентхаус, расположенный на верхнем этаже этого отеля, нужно быть миллиардером. Одним из главных преимуществ этого пентхауса является его терраса, которая площадью более 300 квадратных метров и оборудована джакузи и барбекю. Стоимость аренды этого пентхауса превышает 50 тысяч долларов в ночь, что делает его одним из самых дорогих апартаментов и помещений в Нью-Йорке. One Guide Park в Лондоне сегодня является одной из самых дорогих новостроек в мире. Самые дорогие апартаменты здесь – это пентхаус D. Его стоимость оценивается в 237 миллионов долларов. One Guide Park находится в самом сердце престижного района Найтсбридж. Это место, где статус и роскошь сочетаются с безопасностью и приватностью. Пентхаус занимает последний этаж здания и предлагает панорамный вид на все знаковые места Лондона – гайдпарк, Кенсингтонский дворец, а также на набережную реки Темзы. Еще один безумно дорогой пентхаус в Нью-Йорке находится в здании по адресу 432 парка Веню. Пентхаус занимает два последних этажа здания и предлагает захватывающий вид на город и его окрестности. Общая площадь помещения – более 750 квадратных метров. Пентхаус включает пять спален, семь ванных комнат и огромную гостиную с потолком высотой почти 7 метров. Жильцам обеспечена полная приватность, благодаря высококачественным системам безопасности и консьержсервису, доступному 24 часа в сутки. Цена пентхауса оценивается в 169 миллионов долларов. Башня Адеон – это двойной небоскреб в королевстве Монако. Пятиэтажный пентхаус здесь имеет площадь 550 квадратных километров и состоит из четырех спален, пяти ванных комнат, огромной гостиной, библиотеки и столовой. Внутренняя отделка выполнена из высококачественных материалов, таких как мрамор, дерево и кожа, а также оборудована современной техникой. Кроме того, пентхауса открывается обзор на 360 градусов на окрестности. Цена этих волшебных апартаментов оценивается примерно в 300 миллионов долларов. Плаза – это один из самых дорогих отелей в Нью-Йорке. Пентхаус здесь состоит из двух этажей. До 2018 года пентхаус принадлежал модельеру Томми Хилл Фигерал, но затем он решил продать его за 80 миллионов долларов. Это одно из самых дорогих предложений на рынке недвижимости. На первом этаже расположены просторная гостиная с камином, столовая, полностью оборудованная кухня, гостевая ванная комната и спальня для персонала. Второй этаж представляет собой зону отдыха, где находятся три спальни с ванными комнатами и огромная терраса с потрясающим видом на город. Дом Ноу-1 – это дорогой жилой комплекс, расположенный на горе Пик в Гонконге. Он состоит из 12 этажей, из каждой квартиры открывается шикарный вид на город, а стоимость таких апартаментов превышает 100 миллионов долларов. В здании есть бассейн, тренажерный зал и другие удобства. Этот дом стал символом роскоши и местом проживания многих известных миллионеров Гонконга. Пентхаус D, о котором мы говорили в начале видео, является не единственными апартаментами класса люкс в новостройке One Guide Park. Пентхаус B в том же здании имеет площадь в два раза больше. Этот пентхаус включает в себя пять спален с ванными комнатами и гардеробными, а также огромные гостиные, кухню и столовую, оборудованные современными технологиями. Также есть кабинет, кинотеатр, спортивный зал, сауна и бассейн. Большие окна и террасы обеспечивают потрясающий вид на город и гайд-парк. В самом центре Манхэттена находится роскошный пятизвездочный отель Park Hyatt. Постояльцы могут выбрать один из 210 роскошных номеров и люксов, которые декорированы в современном стиле с элементами классического дизайна. Все номера оборудованы самыми современными удобствами, включая смарт-технологии, плоские телевизоры, бесплатный Wi-Fi и кофемашины. Конечно же, позволить себе остановиться здесь может далеко не каждый, ведь за одну ночь придется платить минимум несколько тысяч долларов. Капабелло Майами – это роскошный кондоминиум, расположенный на океанском побережье в Майами-Бич во Флориде. Он предлагает высококлассные апартаменты с прекрасным видом на океан и бухту Бискейн, а также современные удобства и сервисы. Цена за апартаменты здесь составляет примерно 17 миллионов долларов. Всего у здания 12 этажей и 84 квартиры. Жильцы могут насладиться частным пляжем с белым песком и кристально чистой водой. Совсем рядом находится еще один кондоминиум, который предлагает по-настоящему королевские условия проживания. Он называется 321 Ocean Drive Miami. Всего в нем 21 просторная квартира. В самых скромных апартаментах минимум две спальни. Каждая квартира имеет большие окна и балконы, открывающие прекрасный вид на океан и город. В здании есть спа-салон, тренажерный зал, а на крыше огромный бассейн. На берегу Темзы в Лондоне расположен роскошный жилой комплекс – Корниш. Он состоит из трех зданий с 253 квартирами. Самым дорогим здесь является пентхаус, стоимость которого оценивается в 22 миллиона долларов. Он занимает верхние этажи одного из зданий. Из него открываются захватывающие панорамные виды на Темзу и город. Пентхаус состоит из трех спален, большой гостиной, кухни и нескольких ванных комнат. А также имеет просторные террасы и балконы, где можно наслаждаться видами на реку и город. Необэнксайд – это еще один жилой комплекс, расположенный на берегу Темзы. Он состоит из пяти отдельных зданий, каждый из которых имеет уникальный дизайн и стиль. Цена пентхауса в этом здании оценивается в 27 миллионов долларов. В пентхаусе использованы материалы высокого качества. Он имеет современный стильный дизайн. Кроме того, в пентхаусе установлены современные системы кондиционирования, системы безопасности и умный дом, что обеспечивает комфортную и безопасную жизнь для жильцов. В центре Майами можно увидеть высокий небоскреб, который представляет собой роскошный комплекс резиденций с различными вариантами жилья, включая пентхаусы. Называется этот небоскреб One Sounded Museum или Музей тысячи. Пентхаус здесь стоит 50 миллионов долларов. Одним из наиболее впечатляющих особенностей этого пентхауса является большая терраса с бассейном и зоной отдыха, где можно наслаждаться прекрасным видом на город и залив. Однако не все миллиардеры мечтают жить в пентхаусе. В 1998 году бизнесмен и филантроп Уоррен Баффет приобрел огромный участок земли площадью почти 260 квадратных километров в штате Техас. Именно здесь расположилась Месса Виста Ранчо, известная своей красотой и уникальностью. Кроме того, что на территории с удивительными ландшафтами и богатой флорой и фауной создано множество музеев и заповедников, тут же находится роскошный особняк – резиденция Баффета. Одним из самых дорогих и роскошных имений в мире является вилла Ле Седрос. Это исторический особняк, расположенный в городе Сен-Жан-Кап-Феррат на юге Франции. Дом был построен в 30-х годах XIX века для богатого английского купца и является прекрасным примером архитектурного стиля барокко. Вилла включает более 30 комнат. В доме сохранены оригинальные детали, включая роскошные отделки, мебель и картины. Особняк также окружен парком площадью более 14 гектаров, на котором расположены оливковые рощи, сады и фонтаны. Ларри Эллисон, известный американский бизнесмен и миллиардер, основатель и бывший SEO-компании Oracle Corporation. Он владеет множеством шикарной недвижимости. Однако самым известным его владением является поместье, расположенное в штате Калифорния на озере Тахо. Оно состоит из нескольких особняков, а также приватной гольф-площадки и причала для яхт. Согласно разным источникам, стоимость этого поместья колеблется от 70 до 200 миллионов долларов. Билл Гейтс, пожалуй, еще более известный миллиардер, а его имение является одним из самых дорогих и роскошных в мире. Оно расположено в штате Вашингтон на острове Мерсер, недалеко от города Сиэтл. Это огромное поместье состоит из нескольких зданий, включая главный особняк, крытый бассейн, теннисный корт, кинотеатр и прочие развлекательные сооружения. Стоимость поместья оценивается в 146 миллионов долларов. Пожалуй, не только одним из самых дорогих, но и одним из самых удивительных зданий в мире является дворец пузырей Пьера Кардена. Дом состоит из нескольких куполов, выполненных в форме пузырей, которые связаны между собой туннелями. Внутри каждого купола расположены комнаты, выполненные в современном стиле. Дворец пузырей – это не только уникальный архитектурный объект, но и пример экологически чистого дома, так как он был спроектирован с учетом использования возобновляемых источников энергии. Касса Энкантада – это роскошное имение, расположенное в городе Акапулько, на побережье Тихого океана в Мексике. Оно состоит из нескольких зданий, включая главный дом, гостевой дом и дом для персонала. Внутри главного дома находятся шесть спален, каждый из которых имеет свою ванную комнату и панорамный вид на океан. Кроме того, в доме есть большая гостиная, столовая, кинотеатр, спортивный зал и бильярдная комната. Этот дом часто арендуют знаменитости, королевские семьи и богатые предприниматели со всего мира. Поместье американского миллиардера Айра Реннерта оценивают в 250 миллионов долларов. Оно называется Firefield Pond и расположено в городе Сагапанак на восточном побережье США, штат Нью-Йорк. Поместье является примером высококлассной архитектуры и дизайна интерьера. В доме использованы только самые дорогие материалы и отделочные работы, такие как мраморные полы, деревянные балки и каменные стены. Gemini Estate, что переводится как поместье близнецов, это роскошное имение во Флориде. Ранее поместьем владел медиамагнат Уильям Зиф, а теперь резиденция принадлежит трем его сыновьям. Семья Зифа купила эту недвижимость в 1985 году всего за 5 миллионов долларов. Сегодня же его стоимость оценивается в 195 миллионов. Особняк Пенсмор является одним из самых больших и технологически продвинутых домов США. Он был построен в 2010 году в штате Миссури. Он был спроектирован специально для выдерживания экстремальных погодных условий и землетрясений. Дом имеет бетонные стены толщиной более метра и 70 изолированных помещений. Он также оснащен системой энергоэффективности и возобновляемой энергии, включая систему геотермального отопления и кондиционирования воздуха. В китайском городе Джэньчжоу есть дом, который называют утопия или 1 миллиард юаней роскоши. Его площадь составляет 32 тысячи квадратных метров, и это делает его одним из самых больших домов в мире. Стоимость дома сегодня составляет не один, как можно предположить из названия, а примерно полтора миллиарда юаней, что эквивалентно более чем 230 миллионам долларов США. The One является одним из самых дорогих и роскошных жилищ в мире, оцениваемым в более чем 500 миллионов долларов США. Оно представляет собой дворец-комплекс, включающий в себя главный дом, гостевой дом, двухэтажный дом для персонала, теннисный корт, кинотеатр, салон красоты, спа-центр, приватный озерный пляж, олимпийский бассейн, музейные галереи, винный погреб и многое другое. Остров Тарпон находится в Мексиканском заливе и славится своей красивой природой и богатой историей. Приобрести здесь недвижимость могут себе позволить только миллиардеры. На этих кадрах вы видите одно из самых дорогих поместья острова. Оно расположено на берегу залива и имеет частный пляж с белым песком и кристально чистой водой. Поместье окружено густым зеленым садом с тропическими растениями и деревьями, что создает атмосферу уединения и покоя. Поместье The Hearst расположено на западном побережье США в штате Калифорния и является одним из самых известных и значимых исторических памятников страны. Оно было построено в начале 20 века на заказ известным американским магнатом издательского бизнеса Уильямом Рэндольфом Хёрстом, который считался одним из самых богатых и влиятельных людей в Америке в то время. Внутреннее убранство поместья представляет собой смесь различных стилей и эпох с оригинальными произведениями искусства и роскошной мебелью. Антилия – это один из самых больших и роскошных домов в мире, который находится в Мумбаи, в Индии. Он принадлежит миллиардеру Мукешу Амбани, основателю и владельцу Reliance Industries – одной из крупнейших компаний в стране. Дом содержит три гаража на 168 машин, кинотеатр на 50 мест, спортивный комплекс, бассейн на крыше, джакузи, салон красоты, девять лифтов и множество других удобств. «Олимп71» «Жда, т hyрррimb practitioners, друзья!» «Жда, т hyррб...» Субтитры сделал DimaTorzok